Чтоб завоевать доверие сельчан, Белый Волк помог трём местным шишкам. Харенброк, как оказалось, говенкаром стал, а Эхенопсы возле дома Ода подозрительные слишком. К Микули Волк так просто не добрался, Геральт встретился с бандитами и магом, Талькштейн к ним в окружение попался, ведьмак же спас алхимика от гадов. По просьбе преподобного возжёг огонь во мраке, но зверь так просто не уходит. Все обвиняют ведьму в приближающемся крахе, но что конкретно Абигайл заботит? Думаю, зелье у Абигайл уже готово, можно возвращаться, здесь всё так быстро происходит. Стоило выйти, заходим, она уже сварила и зачем отправляла нас гулять? Чего ты хочешь? Конечно, зелье. А ведьмы, останетесь сегодня без ужина. Кровь невинных, кровь братьев. Мужчины смеются, женщины кричат. Злые лица, искажённые алкоголем и похотью. Натяни её как следует. Покажи ей, что ты настоящий мужик. Золото, золото и кровь. Рождается зверь. А-а-а-а! А-а-а-а-а! Смерть. Страшный суд. Кто заслужил жизнь? Кто умрёт? Однажды зверь уже умер. Он не боится смерти. Он и есть сама смерть. Как ты собираешься победить людскую низость, охотник за чудовищами? Мечом? Ты, кто однажды погиб, но всё ещё бродит и в мире живых, скажи мне, кто виноват? Кто меня вызвал? Достаточно. Это может плохо кончиться. Абигайл, разбуди его. Как скажешь. Силой семи сфер покинь его тело. Взываю к тебе. Изыди. Я хочу спать, Абигайл. Геральт, до тебя сюда приходил другой ведьмак. Берингар. Он оставил эти записи. Возможно, они помогут тебе. Спасибо. До встречи. Ещё как помогут. И здесь уже сто процентов мы видим, в чём причина, почему появился этот зверь. Людская низость его вызвала, а не ведьма. Так, сколько у меня черепов баргестов? Около сорока штук. Зачем мне столько? Я в себе один только оставлю, и мне хватит за глаза. Куда столько черепов? Зачем они мне нужны? Прочтём записи Берингара. Зверь. Первая ночь. 95 килограмм мускулов, рост около полтора метра, клыки длиной с большой палец. Избегать. Признаки демона Альзура. Вторая ночь. Своим воем призывает баргестов. Демоническая природа не оставляет сомнений. Третья ночь. Высокая сопротивляемость железу и знаком. Тройного Ирдена даже не заметил. Четвёртая ночь. Подтвердились все признаки демона Альзура. Зверь задаёт вопрос, и только давший правильный ответ, получает шанс убить демона. Но это не просто зверь. Пёс-призрак. Ареал обитания. Появляется всюду, где живут бесчестные люди. Иммунитет. Иммунны почти ко всем критическим эффектам. Это материальные твари, так что можно попробовать сбить их с ног или оглушить, хотя это редко удается. Уязвимость. Могут быть ранены стальным мечом. Против псов-призраков лучше всего подходит быстрый стиль. Тактика. Псы умеют вызывать баргестов. Помещают противников в огненный круг и разрывают их. Алхимия. Призрачный след. Пёс-призрак, которого также называют зверем, это тварь из потустороннего мира. Призрак, который принимает облик ужасного гончего пса, который без устали преследует свою жертву, как только нападёт на её след. Кметы верят, что псы-призраки воплощают возмездие богов, которые насылают их на людей в наказание за грехи. Да. Абигайл очень добрая. Она часто улыбается. Ну вот чай у неё ужасно противный. Но главное, что Альвину здесь нравится. Ну что, ребёнок-то что уж. Он-то не может ошибиться в человеке, правильно? Если ребёнку нравится Абигайл, значит она хороший человек. Свежие могилы. Похоже, чума нанесла здесь сильный удар. Да, жители этих заброшенных домов. Дверь, как тя мир издерёт. Я в таких играх. Удирай, пока цел. Ну и игрушки у детей. А что говорил Альвин? Точнее, что говорил зверь устами Альвина о том, как дети содрали шкуру со щенка? Какой кошмар. Здесь даже дети ужасные. Сколько же ещё? Вот сейчас я бегаю здесь. И у меня совершенно не возникает никакого сострадания к местным по поводу того, что звери здесь мучают. Это что ж за поселение такое? Сборище чудовищ. Против кого мне бороться-то в итоге? Насилие, убийство. Издевательство. Она может так ко мне относиться. Нет. Говори быстро! Это ты говори! Я знаю, откуда появился зверь. Мои подозрения верны? Эта ведьма призвала его? Зверя призвала людская злоба. В этой деревне творились очень злые дела. Чтобы сразить зверя, я должен сперва обличить виновных. В твоих словах есть мудрость. Когда овца отбилась от стада, хороший пастырь должен привести её обратно на путь праведный. Или овцы его станут поживой для волков. Я узнаю всё, что смогу, чтобы обороть зверя. Я должен собрать всех жителей. Вот твоя награда, ведьмак. Двести оринов. Я сделал всё, о чём ты просил. Где находится логово Саламандр? Ты прибыл вовремя. Иди в трактир. Там обустроились несколько бандитов из Саламандр. Они прячутся в старом доме трактирщика. У Олафа будет ключ. И ведьмак. Да? Ничего. Да осветит твою душу вечный огонь. Лучше пусть все сидят по домам. Я не хочу, чтобы пострадали случайные прохожие. Вот смотрите. Сейчас скажу. Ничего нового нам преподобный не сказал. Вот смотрите. Несмотря на всё это презрение, с которым люди относятся к Геральту, он всё равно не хочет невинных случайных жертв. Да кто больше человек? Вот эти люди, которые творят все эти гадости, из-за которых пёс-призрак пришёл в эту деревню. Или ведьмак? Не, людь, мутант, чудовище! Кто больше человек? Даже пёс-призрак с ним поговорил, пытаясь воззвать к его здравомыслию. Намекаешь что-то вроде того, не стоит заступаться за этих людей. Как ты пытаешься побороть людскую низость? Мечом всё равно этого не сделать. Столетиями, тысячелетиями это в людях сидит. И никуда не исчезает. Это бесполезно. Это бесполезно. Так, никто по домам не сидит. Нам нужно в таверну. Идём в таверну. Нам нужны ключи от убежища Саламандр. Опачки! Нет, оставь меня в покое. У, голубка наша, проворкуй нам другую песенку. Убери от меня руки, болван. Да, она храбрая. Это здорово. А давай сделаем то же, что и с Микулой. Помнишь его девочку, Ильзу? Отличная была. Наверещала-то как, а? А это кто? Ты тоже новенький. Он тебе небось тоже сказал ждать здесь. Ну давай развлечёмся с этой цыпочкой, пока начальник за нами не прислал кого. Так уж вышло, что эта дама под моей защитой. Поэтому никто из вас не тронет её. Вот значит как. Мы решили повеселиться, и никто нас не остановит. Даже так. Ты пожалеешь! Ах вот значит как! Ну уж нет, Шане я в обиду не дам. Её окружили. Сейчас я к ним прорвусь. Никто не посмеет тронуть мою подругу. Вот так. Защищайся. А она правда храбрая. Геральт, ты появился как раз вовремя. Ты в порядке? Теперь да. Они застали меня врасплохо, и я не успела убежать, как остальные. Они убили трактирщика. Больше они уже никому не повредят. У тебя быстрый меч. Я отправляюсь в Визим, и надеюсь, мы встретимся там снова. Давай я тебя провожу. Эти дороги опасны. Не беспокойся обо мне, когда саламандры бегают на воле. Я подожду тебя здесь. И когда ты надерёшь им задницы, добавь ещё разок покрепче за меня. Конечно. Я вернусь за тобой, Шане. Я буду здесь. Горчмарь. Надо проверить, что в карманах. Кругом одни убийства. В последнее время особенно. Стоило нам узнать, где прячутся саламандры, так началось. Вот поэтому я и выполняю сначала дополнительные какие-то задания. Потому что как начнётся вот это вот... Я подожду тебя здесь. Иди. Месиво. Я подожду тебя здесь. Иди. Да нет, Шане. За тобой прям лежит тут кое-что. А я не могу это взять. Ну-ка, вот так попробуем. О, вот так получится. Должно получиться. Хорошо. Вроде бы всё собрали. Можно уже отправляться в сторону... Дома трактирщика или... Ну, какой-то там дом, в общем, от которого мы нашли сейчас ключ. У трактирщика в карманах. Я вообще поражаюсь местным обычаям. Так что же случилось с Ильзой? Ну, понятное дело, что... Её изнасиловали вот эти вот бандиты. Поэтому она отравилась. Её труп привлёк Гулей. Судя по всему, она уже давно отравилась. А почему Микула ничего не заметил? Наверняка же она не сразу пошла это и сделала. Ещё ходила какое-то время, думала. Геральт конкретный. Так что сейчас мы немножечко потанцуем. Переключаясь между врагами. Но групповой стиль на вот таких бандитов плохо работает, как я заметила. Всё-таки силовой стиль больше подходит данным видам врагов. Просто мне не хочется, чтобы вот сзади ещё Геральта порезали. Так, один готов. Да, силовой стиль против них очень эффективный. Что тут у них в карманах валяется? Ну? Выпьем ласточку. Неизвестно, что нас там внизу будет ждать. Внизу. Хе-хе-хе-хе. Уйдите! Окружили. Вот оно и убежище Саламандр. Спускались в подвал. Там в подвале у них наверняка все эти дела и происходили. Дань какая-то. Детей собирали. И всё в подвал. Всё в подвал. Сейчас мы туда спустимся и там всё осмотрим. Врагов в последнее время много стало. Значки Саламандры нам впоследствии тоже пригодятся, поэтому... Собираем всё! Можно спускаться. Да, можно спускаться уже всё. Хм... Знакомые ящики. Так этот ублюдок торгует с Саламандрами. Харрен Брок... Не только Говенкар. Ещё и помогает Саламандрам. Вообще шикарно. Я давно тебя жду, деревенский живодёр из службы очистки. Твоим людям пришлось пострадать перед смертью. У тебя есть кое-что, принадлежащее мне. Неправда. Ты же, как и твой предшественник, работаешь на убийце насильников. Где Беренгар? Этот болван сбежал. Но во время нашей короткой встречи он был более разговорчив, чем ты. Неудивительно. Азар-Евет может быть очень убедительным. Кто это нам нужно знать? Кто такой Азар-Евет? Он самый главный. И он могучий маг. Не чита тебе. Посмотрим. Храбрости тебе не занимать, ведьмачок. Посмотрим, как ты запоёшь, когда Азар до тебя доберётся. Убийцы? Ода. Это вшивота деревенская. Пришёл сюда, чтобы научиться убивать воинов. Мы ему сказали, что такому жалкому пьянице, как он, остаётся только мечтать о бои с настоящим воином. Хватит болтать, пора переходить к делу. Стой! У нас нет того, что ты ищешь. Здесь ничего нет. Они отправили всё прямо на нашу базу в Изиме. Тебе же хуже. А теперь потанцуем! Все вместе! Пазлы постепенно складываются в единую картинку. Ода обращался к Саламандрам, чтобы научиться убивать воинов. Это он убил своего брата. Иначе как это ещё объяснить? Зачем ему понадобилось убивать воинов? Отлично! Ты с мечом управляешься! Альвин, а ты как здесь оказался? Преподобный отправил меня в заброшенный дом. Сказал, меня там будут ждать. Ах, он, ну, бля... Я рад, что с тобой всё в порядке. Я слышал, как они говорили, что нас отведут в Визиму. В Визиму. Именно туда я и отправлюсь на поиски Саламандры. Дети, идите за мной. Надо выбираться из этой пещеры. Вот здесь стена, похоже, тонкая. Можно попытаться её сломать. Попробуем. Умный мальчишка этот Альвин. Очень сообразительный. Возникает вопрос, почему Абигайл отдала преподобному ребёнка? Сейчас я всё соберу. Тут у нас ещё кое-какие документы открылись. Но я лучше сначала всё подберу. Всё, что здесь... Так, неизвестное растение. Это, похоже, грибы-шибальцы. Насколько я помню. Но Геральт у нас ещё не знает, что это грибы-шибальцы. Геральт, меня слушай. Я тебе говорю, что это грибы-шибальцы. Слушай, что я тебе говорю. Пожалуйста, не делай мне больно. Они хотели увезти нас в Изиму. Подальше от наших родителей. Да я же разве сделаю больно ребёнку-то? Чудно. Книга Филина. Тут всякие рецепты. Читать это не обязательно. А это что? Душа Пса-Призрака. В записках содержится формула эликсира из следа Пса-Призрака. У того, кто выпьет зелье, появляется Серебряный Талант. Очень полезное, кстати, зелье. Мы его позже приготовим. Но сейчас у нас пока нет Души Пса-Призрака. Альвин. Альвин жил с Абигайл, пока ведьма не отдала мальчика преподобному. Проповедник сдал мальчика громилам Саламандр, которые потребовали у жителей отдавать им детей. Я убил бандитов и спас Альвина. Причём уже не в первый раз. Азар-Евет. Его зовут Азар-Евет. Такое странное имя предполагает, что он прибыл издалека. Но теперь мы знаем, как зовут этого таинственного мага. Азар-Евет. Абигайл? Зачем ты здесь, ведьмак? Чем занимаешься, ведьма? Колдую. А что? Слишком много дыма и вони от твоего колдовства. Сильные ингредиенты нужны для могущественных заклинаний. Достаточно могущественных для целой деревни. Для чего? Выгляни на улицу. Видишь разъярённую толпу с факелами? Они пришли за мной. «Жечь ведьму!» Кричат они. Она вызвала зверя. Я вынуждена защищаться. Люди сами вызвали зверя своей безнравственностью. Меня это не удивляет. Микула, благородный стражник ворот. Он изнасиловал девушку по имени Ильза. Она покончила с собой. Ты продала ей яд. Пьяница Ода. Убил собственного брата из-за денег. Преподобный выгнал свою дочь, когда она забеременела. Теперь она торгует с собой в Изиме. Харин выдал стражникам белку за горсть золотых. Ты знала обо всём этом и ничего не сделала. С какой стати мне что-то делать? Они мои клиенты. Они отдают своё золото за яды, приворотные зелья и прочие снадобья. Не моё дело, как они их используют. Теперь понятно, почему зверь охотится за вами. Я должен разоблачить виновных. Оставайся здесь, я поговорю с ними на улице. Геральт, не позволяй им причинить мне вред. Если бы ты знал меня ближе, ты бы понял, что мои грехи не так велики, как они говорят. Правда? Проверь сам, если хочешь. Мы здесь одни, и у нас масса времени. Ну я и так тебе верю. Ну ладно, карточку уж получим. Твоя красота бросается в глаза, Абигайл. Я бы с радостью узнал тебя поближе. Вот только я одного не пойму. Как вот такое знакомство поможет ему понять, виновата она во всём этом или нет? Нет, мне это непонятно. Разве что убеждение сработало, вот и всё. Я рассказала тебе всё. Выбор за тобой. Неплохо она ему рассказала. Не только рассказала, ещё и показала. Так, у меня возникли кое-какие проблемы с записью, поэтому возвращаюсь сюда второй раз. И возникла ещё кое-какая проблема. У меня с собой не оказалось зелья кошка. Поэтому я, пожалуй, вернусь сейчас немножечко назад и возьму из какого-нибудь ящика факел. Он мне чуть позже пригодится. Не знала, что он мне понадобится. Но сейчас у меня просто нет выбора. А теперь, когда факел у нас, пожалуй, можно вернуться к разъярённой толпе и поговорить с ними. Я и так знаю, что грехи Абигайл не такие уж и большие, как их размалевали. Местные наделали гораздо больше бед. Просто им нужен крайний. Козёл отпущения, как обычно говорят. Нужно же на кого-то встолкнуть свои прегрешения. Вот они и выбрали ведьму. Хотя на самом деле, ну травница и травница. Ведунья. Ведьма это как-то грубовато звучит. Всё-таки у неё обширное познание. Но это не значит, что она злая. Не понимаю я этих людей. Чуть что, сразу ведьма виновата. На себя посмотрите. Сжечь любовницу дьявола! Пусть сдохнет в мучениях, сука! Мы знаем, что ведьма прячется внутри. Выводи её. Пусть вечный огонь поглотит её грешное тело. И мы избавимся от зверя. Не так быстро. Мы должны судить её по справедливости. Эта сука разрушила мою жизнь. Требовала золота. А потом грозила проклясть меня. Она заколдовала моего брата. Она хотела забрать его вместе со всем его золотом. Мой брат отверг её. И тогда она его убила. Она заколдовала меня дьявольским колдовством. Подчинила себе мои руки и убила его. Мне кажется, у Абигайл и брата Ода был роман. А Ода убил своего брата. И она хотела отомстить ему и сделала куклу. Я так предполагаю. Твой брат был воином. А ты просто пьяница. Как бы ты смог убить его, если только не во сне? Зачем ты слушаешь его, преподобный? Он мутант, выродок, ведьмак. Каковы твои обвинения, Харрен? Он может спасти нас от заклятий ведьмы. Она меня сделала говенкаром. Она обещала отдаться мне, если я помогу с кое-то Элем. Я ненавижу нелюдей, но я торговал с ними. И нажил отличную прибыль. Золото — это ещё не всё. Есть ещё принципы, которые нельзя нарушать. Ой, она его принудила стать говенкаром. Бедный Харренброк, какая трагедия. Она его заставила. Сам бы он никогда этого не сделал. Ты торгуешь с бандитами, которые крадут детей. Я не верю ни одному слову из того, что ты говоришь. Ты принял решение, ведьмак? Что ты думаешь, преподобный? Ведьма использовала Одо и Харрена для своих чёрных дел. Она отравила Ильзу. Ничему не верю. Микула изнасиловал Ильзу, которая затем покончила с собой. А Бигайл не одна из нас. Она должна была убраться отсюда давным-давно. Но она предпочла остаться, чтобы отомстить нам за свою чуждость, за злую судьбу, которая постигла её. Она использовала свои дьявольские чары, чтобы подчинить себе этих простых людей. Она призвала зверя. Вот в чём правда. Да гуляй, пока целый. Серьёзно тебе говорю. Разорался тут ещё. Нашёлся. Вот прям они меня бесят. Я не могу. Это кошмар. Заткнись, ублюдок. Ты привёл эту свору подлецов, а значит, ты не мог не знать, что они продают детей саламандром. Знал про убийство и изнасилование. Плевал я на тебя. Вы здесь все одинаково виновны. Ты об этом пожалеешь. Я забираю Абигайл. Расходитесь по домам. Столкнули свои прегрешения на женщину. От зари времён! Женщина — корень всякого лиха! Это орудие хаоса! Строит козни против рода людского! Женщина влекома лишь похотью! Ради своих влечений противных природе она демонам охотно служит! Не бойся. Сжечь грязную ведьму! Никто никого не сожжёт. Люди! Они ничего не сделают, пока мы вместе! Разве? Пшёл вон, ведьмак! Оставь ведьму! А ты попробуй, кмет. Пошёл прочь, мразь! У вас два варианта. Ждать моего ухода и убить Абигайл. Но я вернусь. Я вырежу тут всё, что движется. Каждого вшивого кмета! Или попробуйте жить достойно, в согласии с совестью! Выбирайте. Спасибо, Геральт. Идём. Займёмся зверем. Редактор субтитров, Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Натравил на меня всю свору свою! Что ты от меня хочешь? Все, преподобный загнулся, остался только этот... Харенброк, все, все валяются. Абигайл... А, сейчас у Абигайла немножечко здоровья восстановится, она тоже поднимется. Сколько пришлось принести жертв, но главное, что Абигайл цела. Ее грехи не так велики, как ее выставили. Я не верю, что во всем виновата она. А то, что она ничего не делала со всем этим... Ну а что она могла сделать? Она здесь одна. И целая стая ублюдков. Благодарю тебя, Геральт. Что бы со мной стало, если бы не ты? Я искренне рада, что ты мне поверил. Ну а как иначе-то? Размалевали просто ее. Кем бы я был, если бы я тебе не поверил? Спасибо, дорогой. Прощай. Ну вот и все. Все благополучно разрешилось. Ну-ка скажет еще что-нибудь. Благодарю тебя, Геральт. Ты спас мне жизнь. Я соберу свои вещи и покину этот проклятый город. А почему ее грехи, видите ли, настолько велики? Ильзу изнасиловали. Ода убил своего брата во сне. Причем. Харрен торговался с кое-то элями, еще и сдал их. Это что, праведные какие-то действия? Вот видите ли, она обещала ему отдаться, и поэтому он стал говенкаром. Да кому ты вешаешь лапшу-то на уши, а? У меня прям... Эмоций просто не хватает, чтобы это все описать, насколько это... Отвратительно, все эти поступки местных. Знаете, а ведь в этом правда что-то есть. Мне кажется, и в самом деле это вполне возможно. Что это не просто сказка. Нет, это не просто сказка. Людская злоба способна на очень многое. Если во всем городе живет очень много черных в душе людей, то вполне возможно, эта злоба может вызвать даже какой-нибудь катаклизм. Я считаю, что это вполне реально. Поразительный сюжет. Да, Бигайл, конечно, не святая, но ее грехи не столь велики. Она не заслужила того, чтобы ее сожгли, а эти все кметы остались здесь. А потом столкнули свои... ...прегрешения на кого-то еще. Пропуск. Сим удостоверяется, что предъявитель всего документа является преданным слугой Ордена Пылающей Розы и верным последователем учения Вечного Огня. Волей Фольтеста и Великого Магистра Ордена Пылающей Розы... Этот человек имеет право пересекать границы города Вызима в любое время дня и ночи. Правила карантина на него не распространяются. Яков из Альдерсберга. Сложное какое слово. Можно почитать. Вызима. Я получил грамоту, которая позволит мне пройти через городские ворота, несмотря на карантин. Преподобный. После того, как история с ведьмой Абигайл благополучно разрешилась, преподобный натравил свою паству на меня. Мне пришлось убить жреца. Он вынудил! Преподобный сказал пастве, что Абигайл призвала на них проклятие пса-призрака. Ведьму окружила разъяренная толпа. Я решил, что она не заслуживает смерти и спас ее от расправы. Абигайл покинула предместье. Все благополучно разрешилось. Нам нужно теперь в склеп. Вот здесь меня ждало просто огромнейшее разочарование. У меня нет с собой эликсира кошки, поэтому в склепе мне придется ориентироваться с помощью факела. Который я заблаговременно подобрала в пещере. Но это очень неудобно, мне придется его постоянно гасить. Ясно, сокровища не нашли здесь. Гули! Гули, 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 обратите на меня внимание все сразу. Чтобы мне было проще с вами воевать. А теперь придется в темноте их бить. Вот вообще великая честь, а! Ничего не видно! Как Геральт еще размахивает мечом тут и видит, где находятся эти враги. Вот это удивительно. Я лично вообще здесь ничего не вижу, кроме надписи Гуль. Что-то они меня быстро грызут! Надо выбр... А, ай-яй! А-а-а! Надо выбраться отсюда! Я должна выпить ласточку! А, ну да, точно, я же уже выпила. Совсем забыла. Значит, нужно просто немного дать времени Геральту на то, чтобы передохнуть. Все, больше никакой драки с гулями, стальным мечом, с групповым стилем. Хватит с меня. Можно теперь поднять все, что завалялось. Кровь гуля. Да блин, Геральт, зачем ты это сделал? Он сам потушил, я ничего не делала. Так. Так. Теперь обследуем коридоры этого склепа. Здесь вот нас не было. Как же темно, а! Да блин, Геральт, ну ты чего делаешь? Геральт, зажигай факел! Ты можешь его не тушить? Здесь же темно, кошмар как! Темнота меня волнует. Да ватерн едрить! Етить! А, вот здесь уже гули. Гули, 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 гули! Ай, блин, опять битва в темноте! Хорошо хоть здоровье полное. Ласточка чудесный эликсир, но до того мало времени действует. Все? Теперь я могу зажечь факел? А то ничего не видно. Да блин, Геральт, ну ё-моё, ну хватит... Хватит уже тушить факел! Ой, что творит, а? Любит темноту, кажется. А у меня ласточка-то уже выветрилась! О-о-о-о-о, у нас-то дело плохо! Повышается интоксикация организма от того, что я постоянно пью эти эликсиры! Мне ещё с Озрелом драться! Помните ещё, когда мы только прибыли в предместе? Ведь Ловчий назначил награду за голову этого Альгуля. К сожалению, я его не вижу, но я знаю, что это Альгуль. Зажжём факел и посмотрим. Но сначала надо убить это чудовище. Нечего ему тут ходить. Слишком велика честь жить в таком склепе. О! Он меня оглушил! Геральт, скорее поднимайся! Поднимайся! Ой! Что ж темно-то так? Давай! Всё! Альгуль мёртв. Зажигай факел! Вот он, здоровяк! Геральт вообще молодца! Убивать чудовищ в полной темноте, Геральт! Геральт, зажигай факел! Это ты можешь ориентироваться в темноте! Я не могу! О, я не могу! Я просто не могу! Я, пожалуй, поменяю. Может быть, он его тушит, потому что... Ему не так долго гореть осталось. Но ты можешь не тушить, Геральт. Я тебя как друга прошу. Мы же с тобой друзья. Я? Ой... Эх, Ватхерн, Ватхерн. Всё, можно уходить из этого склепа. У меня от этого места... Что-то не очень приятные ощущения возникают. Особенно потому, что Геральт постоянно тушит факел. Можно было бы уже идти к воротам в Изимы, но у меня же здесь еще остались неоконченные дела. Как можно уходить, если еще неоконченные дела? Так, у Геральта интоксикация. Мы уже знаем ритуал очищения? А, нет. Ритуал магии, понятия не имею зачем. Но ритуала очищения у нас нет. Придется немножечко поспать. Помедитировать. Окей. Выходим из склепа. Помедитируем часок. Потому что у него уже в глазах, смотрю, звездочки летают красненькие. У нас еще и таланты, оказывается, появились. Можем немного прокачаться. Мы что сейчас прокачивали? А, точно. Мы уже учим новые приемы. Пока что на стальной меч. И ничего сварить не можем. Душа Пса-Призрака... У нас есть все ингредиенты, кроме алхимической основы. Потом приобретем где-нибудь... Мандрагоровую настойку или... Какую-нибудь еще. Ладно, все. Все, давайте закончим наше последнее задание в предместьях. Отнесем голову Альгуля к главному королевскому ловчему. И все, можно уже идти за Шаней и убираться из этого отвратительного места. А ведь когда мы только сюда пришли, казалось, что здесь люди очень добродушные. Разумеется, за исключением трактирщика. Который в открытую нас посылал практически. Эх, гусики, тут столько грязи произошло, что даже вы мне настроение не поднимаете. Я просто в ужасе от всего происходящего. Еще так лихо спихнули все свои ошибки на ведьму. Приветствую тебя. Здарова. Я убил тварь из гробницы. Что это за хрень? Хм, не похоже на гулей, которых я раньше видел. Вот, 200 аренов. Прощай. Ну почему сразу прощай? Увидимся же еще. Много-много раз. Такой пофигистичный мужик. Прикольно ведет себя. Такой, удивлены, что я вас знаю? Нет? Ну и ладно. Вот так вот мне всегда хотелось себя вести. Ну и ладно. Ну и подумаешь. Шани нас уже заждалась, наверное. Тем более она здесь одна, ей, наверное, немножечко не по себе. Геральт, с тобой все в порядке? Я так волновалась. Все хорошо. Я расскажу тебе все, что произошло по дороге в Визиму. В этой деревне меня больше ничего не держит. Меня тоже. Идем. Надеюсь, мне никогда не придется возвращаться. Не могу поверить, как невообразимо много подлецов тут живет. Времена нынче нелегкие, Геральт. Войны, чума. Я знаю. И все равно их низость поразительна. Знаешь, откуда появился зверь? Нет. Они сами, того не ведая, создали его своими преступлениями. Подозреваю, что и могущественный колдун не справился бы лучше. И все, что им понадобилось, была ненависть, подлость, алчность и заносчивость. Звучит похоже на волшебную сказку. В каждой сказке есть доля правды. Пойдем. Визима ждет нас. Идем. А ты ей прям все собрался рассказывать? Шани. Я втянул Шани во все это дело с саламандрами. И хотя девушка была в опасности, все кончилось хорошо. Шани закончила все свои дела в предместях и вернулась в Визиму, в свой дом в храмовом квартале. Да, такая благополучная концовка первой главы. Ну как благополучная? Разумеется, очень много жертв было. Возможно, даже много лишних жертв. Потому как зверь многих загрыз, прежде чем пришел на битву с нами. Гераль, а ты ей прям все собрался рассказывать по пути в Визиму? Даже то, что Абигайл тебе рассказала там что-то, да? Не поняла, почему Шани там стоит. Ну-ка. Она за нами не следует почему-то. Что ты там делаешь, Шани? Стоит. Ну, я думаю, даже если мы добежим до ворот в Визиму, Шани телепортируется к нам. Это же игра. Так что пускай стоит, если ей так хочется. Да, о некоторых вещах лучше умолчать. Думаю, Шани не будет особо приятно слушать о твоих похождениях, Геральт. Потому как, судя по всему, Геральт Шани нравится. Эх, гусики, гусики, гусики. Кругом трупы. Многих разорвал зверь, прежде чем к нам прийти. Наверное, почти всех в деревушке. А может быть, даже и всех. В общем, кого не забрала болезнь, забрал зверь. Все-таки это время наступило. Думаю, наши друзья и наши знакомые в безопасности. Шани нас по-любому догонит. А вот и мост в Визиму. Ура! Конец первой главы. Даже как-то волнительно. Первый этап пройден почти. Вот и Шани телепортировалась. Я же говорила, что она нас магическим образом догонит. За этими воротами в Визим. Я надеюсь, сюда мы больше никогда не вернемся. Я тоже. Зверь мертв. Саламандры мертвы. И крестьяне заодно. Очень смешно. Мой пропуск должен убедить Микулу впустить нас. Пошли. Идем. Геральт, погибай. Говорит о стражнике. Нам надо убираться отсюда. Одну минуту. А вон и Микула. Ага. Ага. У меня есть пропуск. Пусти меня в Визиму. Я хочу сказать... Я... Мне... Очень жаль. Прости меня, ведьмак. Извинись перед Ильзой. Милсдарь, сержант. Тот ведьмак. Я о нем говорил. Кто у нас здесь? Это... Он нам нужен? Да, милсдарь, сержант. Ведьмак. Грязный выродок. Богохульник и фальсификатор. Он спрашивал, кого опускают в город. Потом пришел с этим... Пропуском от Ордена. Он рыцарь Ордена? Хе. Тогда я принцесса Агда. Продолжение следует. Спасибо всем за внимание, за просмотр. С вами была Миссионер Джейн. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Посетите мои творческие страницы ВКонтакте и на Ютуб. Ссылки найдете под видео или в шапке канала. Еще раз спасибо всем огромное за внимание. И до новых скорых встреч, друзья!